Вот, видишь, сгорелся. Лечите горячую воду. Дмитрий Кубышев учится пользоваться газовой колонкой. Привычное нам удобство – горячая вода, отопление и канализация для мужчины в новинку. Сегодня ему предложили переехать в благоустроенную квартиру муниципального маневренного фонда. Ну, конечно, лучше, чем там жил, на старом месте. Конечно, отопление, вода, и всё, как бы цивилизация есть. Ну, конечно, долго пришлось добиваться. Если бы, конечно, не помогли бы, так бы, наверное, и осталось бы. О своём прежнем жилье Дмитрий вспоминать не хочет. Больше пяти лет инвалиду пришлось жить в старом деревянном бараке. Без газа, туалета и горячей воды. Комнату в нём Дмитрию дали местные власти, когда его дом сгорел. Всё прогнило, провалилось, провалилось. Как вам на костылях тут ходить вообще? Ну, хожу, скажем, по вам. Пенсия инвалида – 14 тысяч рублей. Чтобы не замёрзнуть зимой, ему пришлось взять кредит – 50 тысяч – и построить новую печку. Но даже это не помогло. Старые стены разваливаются. Чтобы по дому не гулял ветер, Дмитрий закрывал щели картоном. Мужчина не раз обращался в администрацию посёлка, но квартиру с удобствами ему предложили только в сентябре этого года. После репортажа «Губернии-33» к решению проблемы подключились депутаты и представители Общероссийского народного фронта. Здесь благодаря общественникам, Общенародному фронту, благодаря члену законодательного собрания, цыганскому, главе администрации, общественникам Уршельского посёлка. Эта проблема решилась. Квартиру в маневренном фонде инвалиду предоставили на время. Уже весной следующего года в посёлке Уршельский планируют закончить строительство нового дома. В нём Дмитрий получит жильё по договору социального найма. В настоящее время подрядчики приступили к строительству. Вы сейчас видите, мы находимся непосредственно на объекте. То, что уже самый главный нулевой цикл построен. Сейчас уже идёт кладка стен. И согласно графику, планируется сдача. Это конец марта. Новый дом строится по областной программе переселения из аварийного жилья. Здание будет четырёхэтажным с индивидуальным отоплением. Для жителей из аварийных домов здесь предусмотрено 24 квартиры. Татьяна Гордеева, Егор Герасимов, Олег Маньков, Губерния, 33.